Туисмаракт – описание и размеры, посадка и уход. Для оформления ландшафтного дизайна часто используется такое растение, как туис западное. Главные преимущества выращивания – неприхотливость в уходе и декоративный внешний вид. Туисмаракт – западное, описание и размеры. При выборе туис стоит остановиться на сорте смаракт. Туисмаракт – второе название, туисамаркант – это хвойное вечно зеленое растение. Хотя его можно назвать лиственным, хвоя очень мягкая на ощупь, относится к семейству кипарисовые. Как выглядит туисмаракт? К сведению. По внешнему виду дерево напоминает можжевельник. Цветков на растении не образуется. Крона конусообразной формы, но при желании можно придать ей другой вид. Во время цветения образуются небольшие коричневые шишки. Туи выделяет вещество фитонцит. Оно способствует очищению воздуха. Как быстро растет туисмаракт? Данная разновидность отличается достаточно быстрым ростом. В среднем каждый год дерево увеличивается на 25 см, пока не вырастет окончательно. В первый год дерево прибавляет около 1 метра. Затем каждый год вырастает на 25 см, пока не достигнет до 3-5 метров. Дерево растет в течение 70 лет. Посадка и уход. Туисмаракт нуждается в регулярном уходе. Также важно изучить все нюансы посадки, чтобы молодой саженец прижился без проблем на новом месте и быстро вступил в активный рост. Как сажать туисмаракт? Посадка саженца не отличается особой сложностью. Посадка хвойного растения проводится в несколько этапов. В первую очередь нужно выбрать место, где будет расти туя. Есть разница в том, сажать деревце на солнце или в тени. Открытый солнечный участок – не самое лучшее место. Из-за ярких солнечных лучей хвоя будет желтеть. Но и в тени посадка противопоказана. Лучше всего посадить деревце в полутени. Первую половину дня дерево будет находиться на солнце, а вторую в тени. Саженцы можно приобрести в питомнике. Если у них желтая или бледно-зеленая хвоя, такие экземпляры лучше не покупать. При выборе растения нужно обратить внимание на корневую систему. Она должна быть хорошо развита. Обратите внимание. Хороший саженец не может быть дешевым. Как сажать туисмаракт? Грунт перед посадкой перекапывают. Лучше всего заняться этим за несколько недель. После перекапывания в почву вносят перепревший навоз или компост. Оптимальное время года для посадки туи в домашнем саду – это вторая половина мая – начало июня. Осенью сажать нежелательно. Если ударит ранние морозы, растение может погибнуть. Выкопать лунку и засыпать на дно дренаж. Слой должен быть примерно 15 сантиметров. В качестве дренажа подойдет керамзит или толченый кирпич. Размер ямы зависит от того, насколько сильно выросла корневая система. Поставить саженец в лунку и закопать грунтом. Во время высадки нельзя сильно заглублять корневую шейку. Слегка утрамбовать почву вокруг ствола. Посадку саженца нужно проводить поэтапно. В конце нужно обильно полить саженец теплой водой. Перед поливом можно присыпать почву древесной золой. Дальнейший уход. После посадки необходимо правильно ухаживать за саженцем, чтобы он быстрее пошел в рост. Режим полива. Туисмаракт относится к влаголюбивым растениям, поэтому нельзя допускать, чтобы почва возле деревца пересыхала. Полив должен быть умеренный, но постоянный. Если же идут сильные дожди несколько дней подряд, после их окончания лучше дождаться, пока почва просохнет, и только потом возобновлять поливы. Обратите внимание. Туи западная смаракт очень любит, когда ее поливают водой из шланга. Во время такого душа снывается пыль с хвоей, что положительно влияет на рост. Подкормка. Правильный уход невозможен без регулярного внесения минеральных и органических подкормок. Декоративные туи нуждаются в подкормках дважды за сезон. Весной в грунт вносят фосфор, содержащие удобрения, суперфосфат, двойной фосфат, вещества на основе магния и калий. Во время роста дереву необходим кальций, костная мука. Если хвоя стала желтая, в грунт вносят удобрения, в состав которых входит железо. При коричневых пятнах на хвою в почву вносят фосфор. Важно! Одно из условий выращивания – внесение органики в грунт. Осенью, перед наступлением холодов, в грунт добавляют перепревший навоз или компост. Эти удобрения не только напитают субстрат, но и предотвратят промерзание корней. Особенности ухода летом. Ухаживать за деревом летом довольно просто. Достаточно не забывать о поливе и регулярно вносить подкормки в грунт. Также нужно проводить дождевание, полив дерево из шланга. Туи это любят. Во время дождевания смывается пыль с иголок. Подготовка к зиме. Перед наступлением зимы туи, выращиваемые в открытом грунте, нужно подготовить к холодам. В первую очередь нужно за несколько недель до середины октября перестать вносить минеральные подкормки. Ближе к концу октября почву вокруг ствола мульчируют. Затем дерево обматывают агроволокном. Подготовка дерева к зиме. Размножение. Единственный способ размножения деревца в домашних условиях, это черенкование. Размножение черенками. Черенкование, это простой способ выращивания растения в домашних условиях. Проводится он в несколько последовательных этапов. К сведению, сложнее всего в этой процедуре, определить наиболее благоприятное время для посадки. Главный фактор, окончание роста побегов. Если побеги перестали расти, можно приступать к черенкованию. Описание размножения туисмаракт черенками. В верхней части нужно найти крепкую скелетную ветку, оторвать два, трехлетний прирост и резким движением руки. Лучше всего, если черенки будут с небольшим кусочком коры. Так они быстрее приживутся на новом месте. Растение, полученное из бокового побега, может вырасти неправильной формы. Черенки должны быть длинные 10-15 сантиметров. Черенки сажают сразу же. Хранить их нельзя, они быстро засыхают. С нижней части веточки срезают зелень и счищают кору. Если черенок слишком пышный, большую часть зелени можно срезать. После веточки ставят в активатор роста, и пин на 12 часов. Теперь можно приступать к приготовлению субстрата. Для этого нужно смешать речной песок, торф и листовую землю. Увлажнить почву и поставить черенки. Накрыть контейнеры пакетом, чтобы создать эффект парничка. Поставить емкости в теплое и светлое место с рассеянным светом. Регулярно увлажнять субстрат. Размножение черенками. Через некоторое время у черенков начнут появляться корешки. Как только корневая система окрепнет, черенки можно пересаживать в открытый грунт, если черенкование проводилось в теплое время года. Если черенкование было проведено осенью, лучше подождать до следующего года. Почему желтеет туя? Нередко при выращивании туи приходится сталкиваться с такой проблемой, как пожелтелая хвоя. Причин может быть множество, но чаще всего проблема кроется в неправильном уходе. Почему желтеет туя? Тую поразили грибковые заболевания, из-за которых хвоя становится желтая, а побеги приобретают бурый оттенок. Спасти дерево можно следующим образом. Обрезать все поврежденные побеги и сжечь их. Само растение опрыскать фунгицеидами. Дерево может начать сохнуть из-за туевой тли. Если вовремя не начать борьбу с насекомыми, они могут сгубить дерево. Избавиться от вредителя поможет опрыскивание карбофосом. Тую западная часто желтеет из-за ложнощитовки. Первый признак. На хвои начинают появляться красноватые наросты, похожие на шишки. В борьбе с вредителем эффективны препараты карбофос и рогар. Обратите внимание. Нерегулярный полив, недостаток питательных веществ или пересыхание грунта также способствуют пожелтению хвои. Если у туи желтеет хвоя, что делать? В первую очередь стоит проанализировать полив. Были ли в нем нарушения и пересыхала ли почва. Осмотреть дерево. Причина пожелтения может скрываться в насекомых. Внести минеральные или органические удобрения, если до этого их никогда не добавляли или добавляли, но редко. Быстрое реагирование на эту проблему позволит сразу с ней справиться и не довести до гибели дерева. Желтеет хвоя. Какие бывают туи. Сейчас есть огромное количество сортов с разными характеристиками и внешним видом. Можно приобрести туи-микс, где будет сразу несколько разных сортов. Важно, прежде чем приобретать тот или иной сорт растения, нужно изучить все существующие разновидности. Западная. Туи западная на латыни Тайоксиденталис. Это вечно зеленое хвойное дерево. Молодые экземпляры отличаются пирамидальной кроной. По мере роста она становится конусообразной. Восточная. Данная разновидность произрастает в умеренном климате с теплыми зимами. В естественной среде растет на скалах. В высоту достигает до 10 метров. Гигантская. Туи гигантская или складчатая в высоту вырастает до 70 метров. Декоративные разновидности этого сорта вырастают более миниатюрными. Японская. Данная разновидность отличается требовательностью к чистоте воздуха, поэтому в городских условиях не приживается. В естественной среде растет в высокогорных районах. Японская разновидность. Корейская. Данная разновидность относится к кустарникам. Растение похоже на ползучую культуру, нижние ветки лежат практически на земле. Нижняя сторона кроны серебристого оттенка, верхняя – зеленого. Популярные сорта западной туи. Сорта западной туи. Продолжение следует.